Опытная вязальщица знает особенности своего инструмента и своей вязальной машины настолько, что может легко придумать и воплотить любое вязанное изделие, выходящее за рамки возможностей ее вязальной машины. Начинающие мастерицы искренне думают, что если им дать вот такую вязальную машину, которая не сбрасывает петли и сама вяжет, ух, они покажут, какой внутри самобытный творец сидит. Все хотят быть креативными, но как только представляется возможность проявить этот самый креатив, используя определенную идею, сразу говорят, не буду, ни за что, и вообще это не креатив, а кошмар какой-то. Хотя мечта практически у всех одна, все хотят вязать свое, а не повторять чужое, но свое придумать очень сложно. А все потому, что на любое предложение сделать что-то, выходящее за ваше представление о норме, вы сами себе это сразу запрещаете и придумываете массу оправданий, почему вы не будете это делать. Вам не идет, это не ваш фасон, это не ваш размер, и вообще вас в этом не поймут. И еще тысячу не, почему вы не будете это делать. На третьем уроке блока для начинающих я даю вам возможность немножко побыть творцом, попробовать разные приемы, даже если вам кажется, что они вам никогда в жизни не понадобятся. Представьте себе такую ситуацию, к вам приходит денежный заказчик, просит связать любимого мультгероя, выходящего за 24 иглы, а у вас одна перфокарта с оленями, которую вы пихаете во все изделия. Что делать? И вообще, вы задумывались когда-нибудь, кому вяжут больше, детям или взрослым? В чем разница между детскими и взрослыми изделиями? Детям нужны более добротные, крепкие изделия, которые можно стирать, которые не порвутся от такого использования активного. Взрослым нужны более изящные, элегантные, тонкие, ажурные вещи, с хорошей посадкой и с более качественной пряжей. И если вы только начинаете свой вязальный путь, попробуйте разные приемы, разные варианты, для того, чтобы понять, что вам действительно приносит радость. Ну и заодно, через какое-то время, у вас будет четкое понимание, не поспешили ли вы приобрести ту вязальную машинку, которая у вас сейчас есть, которая имеет определенный набор возможностей. Но это уже другая тема. Задача третьего урока – руками потрогать все элементы узоров. Научиться пользоваться инструментами для пересадки и отборными линейками, которые входят в комплект вашей вязальной машинки. Научиться пользоваться натяжением и оттяжками полотна. Ведь для разных узоров требуются разные настройки. Например, для плотных фанков и рыхлых ажуров требуется разная оттяжка полотна. Не у всех сразу получается вязать вручную жаккард. Провисающие протяжки, неравномерное натяжение, дырочки при смене цвета, слишком перетянутые, либо наоборот слишком рыхлые петли. Ну разве можно тренироваться и учиться с разным готовым изделием? Кроме этих проблем мы с вами разберем, как убирать протяжку жаккарда и познакомиться с фангами. А фанги – это накиды. У каждой машины свое ограничение по количеству накидов. Я вам покажу, как эти ограничения обходить и вязать много накидов. В третьем уроке вы узнаете не только множество нюансов вязания узоров разных техников, но и познакомитесь с условными обозначениями и сможете читать любые рапорты любых узоров машинного вязания. Это первая часть. Во второй части мы с вами познакомимся с расчетами. Я вам покажу, что такое идеальный образец для расчета петельной пробы. И покажу три способа простейшего расчета прямого полотна. И чтобы применить все полученные знания за три урока, мы с вами от образцов перейдем к изделиям и свяжем шапку с двойными ушками на своей мерке. Для вязания такой шапочки требуется совсем немного пряжи, поэтому страх использовать пряжу будет невелик. Зато эффект от вязания огромный, потому что вы будете чувствовать себя, как будто связали целый свитер. И вы попробуете себя в качестве дизайнера шапки. Вы сами определитесь с длиной ушек, вы сами определитесь с узором, которым будете вязать шапку. Это могут быть фанки, это могут быть ажуры, это могут быть жаккард. Изделие хоть и маленькое, хоть и простое, и связано по простому расчету, но для новичка может быть не очень простым. Поэтому, если у вас не отработаны образцы, то не все смогут попасть в размер, рассчитать расположение и стыковку узора, сделать правильные аккуратные швы и плоскую макушку, осилить несколько рядов, идущих подряд обратных подгибов. Изделие маленькое, но при правильном выполнении дает огромный эффект, потому что дает вам веру в себя, в свои вязальные возможности. Также на шапке вы подтвердите свое владение декерами, внимательность и аккуратность при совершении массовых убавок, при сшивании и владении бросовой нитью. После этого вы готовы к вязанию демпера. Но об этом в следующем видео.